Тилос, небольшой гористый остров в составе архипелага Додиканис. Расположен он примерно посередине между Родосом и Косом, с которыми связан регулярным паромным сообщением. Аэропорта нет. Население – немногим более 700 человек, которые проживают в основном в деревне Мигало-Харьё и портовом поселке Левадия. Остров относится к особо охраняемым природным территориям из-за наличия здесь редких видов птиц. История Тилоса просматривается на несколько тысячелетий назад, поэтому остров богат историческими достопримечательностями, которые в своем большинстве не музеифицированы и пребывают в своем естественном состоянии. Интерес представляют руины нескольких крепостей, построенных в византийский период и в период владычества рыцарей и госпитальеров. Большое их количество свидетельствует о важном военном значении острова. Нынешнее состояние этих крепостей не очень хорошее, сохранились только отдельные участки стен и их основания, некоторые полуразрушенные башни. К числу достопримечательностей можно отнести и покинутые нежилые деревни, самое известное из которых – это Микрохорье. Эта деревня была основана в 15 веке у стен рыцарской крепости и была административным центром острова. После Второй мировой войны жители этой деревни переехали в Левадию. Тем не менее деревенские церкви продолжали поддерживаться в исправном состоянии, сохранилось и кладбище. Надо сказать, что атмосфера запустения несколько нарушена, так как на окраине Микрохорье один дом восстановлен и в нем работает ночной бар. Уникальным является обнаружение на острове останков карликовых слонов, необычайно маленького размера, относящихся к периоду позднего неолита. Рядом с пещерой Харкадье, где они были обнаружены, находится небольшой палеонтологический музей, посвященный в основном этой разновидности слона. Также имеется и относительно небольшая археологическая коллекция. Интересным объектом является монастырь Святого Пантелеймона, покровителя острова. Основан монастырь в 15 веке и расположен в защищенном и труднодоступном месте. Монастырь был хорошо оборудован для обороны, так как нападения пиратов в те времена были довольно часты. В целом на острове имеется более 200 церквей, многие из них насчитывают немало столетий и объявлены историческими памятниками, охраняемыми законом. Примерно в 40 церквях сохранились росписи до османского времени. Незначительные остатки сооружений античного времени можно найти у крепости, находящейся рядом с деревней Мигало-Харьё и построенной на месте древнего Акрополя. В самой деревне интересны здания муниципалитета, начальной школы, библиотеки и некоторые другие, которые являются типичными образцами традиционной архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расписание паромов позволяет совершить однодневную экскурсию на Тилос из порта Родоса. Но, конечно же, одного дня недостаточно, чтобы в полной мере почувствовать самобытную атмосферу этого острова. При желании, в поселке Левадия есть несколько гостиниц, некоторая туристическая инфраструктура и неплохой пляж. Также возможно поселиться и в Мигало-Харьё, что более интересно тем, кто хочет прикоснуться к традиционной жизни греческой деревни. Автобусное сообщение связывает Левадию, Мигало-Харьё, монастырь Святого Пантелеймона, а также небольшой рыбацкий порт Святого Антония и пляж Эристос. Этот пляж и долина рядом с ним считаются самым красивым местом острова. Туристов обычно на острове относительно немного. Помимо купания в море, развлечения сводятся к длительным пешим экскурсиям и морским прогулкам к труднодоступным пляжам и ближайшим островкам. Поэтому Тилос идеально подходит тем, кто ищет спокойствие и уединение, хочет обойтись без шума и сутолоки многолюдных курортов.